Добрый день, дорогие мои подписчики и гости, кто ко мне зашёл на канал. Зовут меня Валентина. Кто следит за моим каналом, кто заходит, знает, что я веду рубрику «Не врачи меня лечили». Там у меня немного рецептов, но рецепты те, проверенные. И, как говорится, что я на себе проверила, то я и показала. Сегодня я бы вам хотела предоставить вот такой вот бальцам корень для широкого спектра действия, вот в таком вот колпачке. И гибкий лук, бальзам для тела. Я не представитель корпорации «Сибирское здоровье». Я являюсь только пользователем. Пользуюсь я буквально 3 месяца. И за 3 месяца я хочу рассказать, как я его применяла и как он нам с супругом помогает. Он будет у меня сегодня ассистентом. И мы покажем зону действия, которую именно мы растираем. Большой аспект болезней мы не можем показать. Мы покажем только те действия именно вот этого бальзама, гибкого лука, которые мы применяли сами на себе. Муж – это у него остеохондроз. И поясничный этот идет, у него горыжа. Вот у меня коленные суставы. И мы вот зимний период, начало сейчас весеннее обострение, конечно, грипп наступает. И вот эта вот помощь именно очень даже хорошая. Особенно кто страдает суставами, это первый помощник. Это не панацея лечения, что он взяли, купили его и вылечили. Нет. Но он снимает мышечную боль. Особенно суставы, для моих коленных суставов, это просто находка. Но я хочу что сказать вкратце. Я один только этот бальзам не применяю. Я применяю поочередно. Десять дней я применяю бальзам «Корень», вот это «Сибирского здоровья». Вместе с гибким луком намазываю сначала бальзам, а потом гибкий корень. Пропускаю неделю, и я начинаю пользоваться ализаном, настойками каштана, сиреней. У меня очень много настоек. Кто смотрит мой канал, тот знает, что я применяю всевозможные настои и делаю сама. Применяю грязи. Выписываю грязи сарские, мне присылают девочки, с которыми я в Юпатуре познакомилась. И я пользуюсь этими грязями. Вот этим бальзамом и гибким луком мы пользуемся с мужем два раза в сутки. Утром и вечером. Вечером я наношу вот этот бальзам. Он такой, мусор, балтываю его. И наношу. Хорошенько втерну в сустав. И сразу же покрываю этим бальзамом гибкий лук. У меня, кто знает мой канал, знает, что я в мае месяце заготавливаю майский лопух. Пью сок майского лопуха этого. Достаю с холодильника замороженный лист лопуха. Немножко я его размораживаю. Я не до конца его размораживаю. Хочу, чтобы холодочек, потому что коленные суставы любят холод, чем тепло. Я достаю этот листочек полуразмороженный и сразу же укутываю свое колено. Натягиваю чулок. У меня такой есть специально на резиночках. Натягиваю чулок и оставляю все это на ночь. Я хотя бы сплю спокойно. Я вам несколько капель. И на две руки. И где медалины, я вот так вот ему растираю. Приятное такое ощущение, да? А запах такой вот, как раньше, вот кто пользовался, как вот хрим со змеиным ядом, да? Вот такой вот запах идет от этого бальзама. Очень хорошо, где миндалины, вот проходят. Хорошо, хорошо втирать. Не так давно отбалил у меня муж гриппом. И мы растирали ему... Сбрось пока это. Губная клетка мы растираем. Хорошо, хорошо растираем. Вот эту вот область. Так же самое и спины. Где у нас находятся бронхи. Хорошо, хорошенько тереть. После того, как нанесли мы бальзам-корень, вот такой гибкий лук-бальзам для тела. Он тоже самое, очень даже помощь этому бальзаму очень хорошо поможет. Бальзам состоит из кремообразного такого состава. Так же самое растереть. Здесь и в зоне воротниковой зоны, и там же, где у нас находятся бронхи. Растереть. Он хорошо впитывает. Вот буквально впитало вдоль позвоночника. Сейчас я вам покажу именно ту часть, где у меня муж страдает от своей как бы работы, которая сидячая работа больше 40 лет. Сказалось, что у него болезнь века нашего, 21 века, это остеохондроз. Остеохондроз вот этого как бы позвоночника. Это как называется? Как тебе диагноз поставили? Остеохондроз поистичной тяги. Остеохондроз поистичной части, но еще здесь что-то защемление, еще кожевые мешки. Короче, куча, целая, болячек. Поэтому так же самое берем мы этот бальзам, хорошенько, не жалея, вот, и наносим полностью, именно где у него, вот, именно болевые вот эти вот места, чтобы оно впиталось. Вот, вот, а потом наносим вот этот самый гибкий лук. Как солевающий эффект есть? Есть. Есть солевающий эффект. И факт тот, что это не панацея, конечно, вылечить невозможно, но облегчает и снимает воспалитель. Спасибо.